В эфире Радио России Дагестан 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 и земельных участков. Так, Замужин Башарич? Поэтому здесь то же самое надо делать. Мы сейчас в Махачкале не можем садик построить, чтобы детей возили с одного конца города в другой конец города. Тогда как на прекрасных территориях, в центре города Махачкалы, какие-то непонятные офисы, непонятные организации размещаются. Договорились? Да. А главы муниципальных образований, вы, пожалуйста, не ждите, и пока министр образования к вам обратится, вы начните у себя проводить соответствующую инвентаризацию всех дошкольных образовательных учреждений, садиков, яслей, которые у вас были и которые в настоящее время используются не по назначению. Все главы городов, республики Дагестан, должны этот вопрос взять на особый контроль. На особый контроль надо увеличивать количество часов преподавания на родных языках. Надо на особый контроль взять совместно с ректорами высших учебных заведений в вопросе подготовки кадров. И обязательно надо книги, кроме учебников, книги, художественные произведения тоже выпускать на родных языках. Даже, может быть, Яков Гамридович, мы всем прощаем, что нам придется разработать государственную программу. Поэтому это еще лучше. Государственная программа, я сейчас образно так говорю, государственная программа по развитию родных языков. На Купянском направлении ударами штурмовой армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем западной группировки войск поражены подразделения противников в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовская и Луганская Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений огнем артиллерии и группировки войск Центр нанесено поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубица М-100Б и Д-30. На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной Группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Очеретина уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе населенного пункта Новоселовка-1 ДНР поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерии Группировки войск Восток нанесено огневое поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар, Никольская ДНР, Червоная, Новоданиловка и Щербаке Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы Акация. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией, группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооружённых сил Украины на огневых позициях, а также живой силе и техники в 173 районах. В районе населенного пункта Щурово ДНР поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Авиация ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Сбурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Семёновка Запорожской области, Кременная, Рубежная, Краснореченская, Луганская Народной Республики, Новая Андреевка Донецкой Народной Республики и Ливан Второй Харьковской области. Кроме того, предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами противовоздушной обороны, еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенит-аграедных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивной системы залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники. Саяхабарар. Достыр инхулама, хачкалы и фойшуна айху чарху барттур и рухуна этдар, слава матери защитника агаттар, хазура кунауи в эме миарака, министерство и милатарин политикой инда густан валайд, милатарин сиясатин да густан валайд, кара за юзди диша либрин да густандин, хэмеса ахуная бабара, шибара, хумбара, қазустин рағай аявайын операция айяттарин, хэр шауры реасырарай оны реасуал айтин. Чүнгір көлейне ағылчал өлдейі қабарарил сағдия тұрай чүн.